Салат обжорка Печень вымачивала около 8 часов в нескольких водах. С печенки при необходимости снять пленки, избавить от крупных прожилок и сосудов. Печень нужно будет нарезать соломкой. Мелко слишком нарезать не нужно, так как печень при жарке ещё уменьшится в размерах. Кусочки шириной приблизительно 1 сантиметр. Для салата нам также потребуется 3 головки репчатого лука. Лучок нарезаю тоненько. 1 крупную морковь натираю соломкой. 4 солёных огурчика нарезаю тонко. Чтобы салату придать особую свежесть, нарежу ещё один маленький свежий огурчик. Мягкую часть из огурца удаляю. Огурчик нарезаю полукольцами. Пучок зелёного лука нарезаю мелко. Также для салата нам понадобится 3 зубчика чеснока. Всё нарезано. Теперь приступаем к готовке. Печень на салат можно отварить, но, на мой взгляд, обжаренная печень в этом салате намного вкуснее. Поэтому я её буду обжаривать на растительном масле. В сковороду наливаю небольшое количество растительного масла. Как только масло хорошенько разогрелось, отправляю печень. Печень обжариваю до готовности. При жарке солить её не буду. Я хочу, чтобы печеночка была сочной, вкусной и мягкой. Если вот посолить, то печенка будет потом такая твёрдая, грубая по вкусу. Печень обжаривала где-то около 20 минут. Обжаренную печень перекладываю в чашку. Теперь нужно будет обжарить трепчатый лук. В сковороду наливаю небольшое количество растительного масла. Репчатый лук обжариваю до мягкости. Лук стал слегка прозрачным. Теперь добавляю сюда чайную ложку сахара. И чайную ложку 25% уксуса. И обжариваю лучок где-то ещё около 2 минут. Морковь слегка обжариваю без масла. Морковка в этом салате должна быть с лёгкой хрустинкой, сочная. Теперь приготовим заправку для салата. Здесь 125 грамм майонеза. В майонез добавляю 100 грамм сметаны. По вкусу перчу. Солю. Добавляю чеснок. И 3 столовые ложки огуречного рассола. Всё хорошенько перемешиваем. Заправка готова. Теперь соберём салатик. В морковь добавляю обжаренный лук. Маринованные огурчики. Зелёный лук и свежие огурцы. Обжаренную печень. Немножко присаливаю. Чёрный перец. Заправка. Салат хорошенько перемешиваю. Салат перекладываю в салатницу. Салату нужно будет дать хорошенько пропитаться, настояться, охладиться. Обычно я его готовлю за день до праздничного застолья. Попробуйте и вы приготовить этот вкусный и полезный салат. На сегодня всё. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.